Но можно рукопись продать. Действительно, иногда, к сожалению или к счастью, но без помощи, в том числе и финансовой, нам трудно сделать то, чего мы сделать хотим. И очень здорово, что есть компании, а в первую очередь есть конкретные люди, которые готовы не только поддерживать инициативы, но и рождать сами некие инициативы. Потому что на самом деле, меня тут представили как соорганизатора, но в общем мяч этой идеи превратить помывку Пушкина в то, что сейчас происходит, на самом деле я поймал из рук Дмитрия Горизонтова, а не наоборот. В общем, это не идея творцов, а идея Петербургской литинговой компании в первую очередь. Это, в общем, действительно здорово, поэтому здесь ваши аплодисменты трижды будут уместны. Спасибо, Дмитрий. Напоминаю себе детского мальчика, которого ставят на стульчик и гостям рассказывать стихи. И вы, гости наши, спасибо вам. Как рано мог он лицемерить, таит надежду, ревновать, разуверять, заставить верить, казаться мрачным, изнывать, яваться гордым и послушным, внимательным и равнодушным. Как томно был он молчалив, как пламенно красноречив, от сердечных письмах, как небрежен, одним дыша, одно любя, как он умел забыть себя. Спасибо. Мне приятно, что наши спонсоры еще и артисты. Причем артисты замечательные. Они стихи читают практически наизусть со сцены и ничего не стесняются. Вот, прям как дети. Аплодисменты еще раз. Без него бы ничего здесь не состоялось. Так, артисты театра, имени которого моют труд, труд и моют. Александр Сергеевич становится все светлее, все блестяще, яснее, такой красивый, господи. А вот сейчас историю Зайца в жизни поэта расскажет Валерий. Валерий, расскажите, пожалуйста, откуда вы вообще все это знаете? Вы сейчас мне про Болдинскую осень столько всего рассказали, даже я не в курсе. Дело в том, что я заканчивал Горьковское театральное училище в свое время. У меня был прекрасный педагог, к сожалению, она уже ушла по сценической речи, Людмила Александровна Болюбаш. И мы очень многое уделяли внимание именно творчеству Пушкина. Дело в том, что когда Александр Сергеевич находился в ссылке в Болдино, сейчас Горьковская область, под Нижним Новгородом, у него осенью заканчивалась ссылка. И он, соскучившись по Петербургу, собрал вещи, сел в карету и поехал в Питер. Но Александр Сергеевич был очень суеверным человеком, просто невероятно суеверным человеком. И вдруг ему за несколько верстов отъехал от Болдина, дорогу перебежал Заяц. А это плохая примета. И он, естественно, вернулся. И на его счастье, фельдъегерь, который вез письмо, что в Петербурге эпидемия чумы, и император его просит еще остаться в Болдино, он остался в Болдино. И благодаря этому возвращению мы все знаем, повести Белкина были написаны потрясающие, очень много стихов было написано. Так что вот такая вот история забавная. «Капитанская дочка» тоже там была написана? Вот, вся проза, да, считай, Александра Сергеевича. Вот, да. Моя карьера пушкиниста с «Капитанской дочкой» тоже начиналась очень много лет назад. Ой, как здорово, как здорово. Спасибо вам огромное, друзья. Ну вот я вижу очередь на Евгения Онегина. Я вижу мужчину, который хочет прочесть Евгения Онегина. Уже очень давно здесь стоит. А, все, поняла, поняла. Просто так. Давай, давай, конечно, залезай, залезай. Залезай. Только сначала, пожалуйста, представься. Меня зовут Аня. Анют, а ты здесь где-нибудь у нас в Питере учишься, да? В школе? В Самаре. Я здесь. Мне захотелось прочитать. Ай. Хорошо. Итак, она звалась Татьяной. Ни красотой сестры своей, Ни свежестью ее румяной. Не привлекла бы она очей. Дика, печально, молчалива, Как лань лесная боязлива. Она в семье своей родной Казалась девочкой чужой. Она ласкаться не умела К отцу, ни к матери своей. Летя сама в толпе детей, Играть и прыгать не хотела. И часто целый день одна Сидела молча у окна. Молодец. Молодец. Умница. А ты что, книжечку-то возьми, конечно. У нас, между прочим, Всем тем, кто сегодня отличился, Им всем дарятся книги Евгения Однегина, Которые они могут дома уже Перед друзьями, родственниками И любимыми людьми читать вслух, Забравшись, например, На спинку дивана Или на спинку кресла Или на шкаф Прям со шкафа Мужчина, я вас давно жду Я вас вижу Проходите, пожалуйста А вы на сцену заберетесь? Читать будете? Нет, все не в этом Я родился в Киргизии Но Пушкина люблю Я в Пушкинском доме живу Благодарный мой дом Я там всегда, Пушкина Сегодня у меня день рождения Пушкина Азима Хустен Решите писать Просто я Пушкина люблю Вот то, что капитанскую дочку Где он его там Как это написал Свой уберечный тудук отдал Вот то, что говорят Ребята Будут читать Это не компьютеры Не надо бросать Книги Книги Читаем Я вам хочу Евгения Онегина подарить Я могу? Да Поддержите Евгения Онегина Спасибо, девчонки, мальчики Спасибо вам большое Мы не поздравили, кстати, с днем рождения Ты человек Аплодисментами Давайте, давайте, давайте Разминайте пальчики Ой, все они близнецы такие Они любят женщин Любят свободу Любят поэзию, конечно И многие из них поэты В том числе Александр Сергеевич Пушкин Так, друзья мои Я не знаю Вы будете ко мне ножницы бумагой играть Кто первый пойдет? Так, молодец Давай, заходи Димка Дима, давай Вот, вот, вот Держи, прямо здесь заложено Это небезызвестный человек Это Дмитрий Риланюм Риланюм это фамилия Дмитрий это имя С душой, я полный сожалений С душой, я полный сожалений Когда прозрачное светло Ночное небо над Невою И вот веселое стекло Не отражает лик дианы Воспомня прежних лет романы Воспомня прежнюю любовь Чувствительной, беспечной вновь Дыханием ночи благосклонной Безмолвно упивались мы Когда в лес зеленый Из тюрьмы Перенесен колодник в сонный Так уносились мы мечтой К началу жизни молодой Димка, аплодисменты Аплодисменты Просьба Мастерская принесла горшок А вот и Филипп Скобичевский пришел Отдай кисточку Снова покрашу Сребритесь по очереди Снесение Это не Филипп Это кто? Семьи, семьи Ну я не то хотел Дайте мне книжечку Я не учил на изучке А вот Где мы остановились Где мы остановились Сейчас я посмотрю Где мы остановились Ага Придет ли час моей свободы Мне это нравится Давай Придет ли час моей свободы Пора, пора Взываю к ней Прожут нам морем Жду погоды Манюврит ревых кораблей Подрезай бурь Подвал С волнами споря Под больному Распухи моря Когда ж ночной Оболненный бег Пока пора покинуть И брег Мне неприязнены стихии Средь полутненных Слепей Под небом Африки моей Дыхать по сумрачной России Где я страдал Где я любил Где сердце я похоронил Аплодисменты А как тебя зовут Молодой, красивый Филипп Филипп Совершенно точно Давай, еще один Подожди А там была девушка А там девушка Сбежала что ли? А, понятно Ты видишь Ты чуть отвернулся Начал читать Евгения Онегина Все, ее уже Утащил кто-то Вот так и при Пушкине было Как вас зовут? Антон Антон А вы учитесь, работаете? Работаю А кем? Кофе варю Ух ты А я очень люблю кофе А где вы работаете? Я вам потом скажу Кофе хаусное Там вкусный кофе Забирайтесь Я был рожден Для жизни мирной Для деревенской тишины В глуши звучнее голос мирный Живее творческие сни Росугом посвятясь Невинным Броженодозром Истыльным Что это по-французски? Мой закон Я каждым утром Пробужден Для сладкой неги И свободы Читаю мало Долго сплю Летучей славы Не ловлю Не так ли я в былые годы Провел бездействие В тени Мои счастливейшие дни Антон Спасибо вам большое Я уже заинтересовалась Что тут по-французски? А кто знает французский? Друзья мои Пожалуйста Прочитайте Что это? И фанэльтэ Ага Фанэльтэ 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 Как-то получается То ли по-немецки То ли по-итальянски А, так это Итал Точно Фанэльтэ Конечно Вообще Как говорят Ваньку валять Да И балду кинать Ну все понятно Друзья Я хочу Видеть Лица тех Кто знает Наизусть Стихи Пушкина И вот она Красавица Давай Забирайся Забирайся С книжки-то мы все Можем Давай Люблю тебя Ветра Варенья Люблю твой строгий Стройный вид Не выдержав На изучение Переговой Иогранит Твоих оград Узорств угонок Твоих Задумчивых Ночей Разрочных Собран Лес Игра Когда В помните Своей Пишу И читаю Могомлады Слезят Мстящие Громады Устальных Улиц И светла Адмирал Игра И не пускай Ну памятник Пушки Одна Зая Сменить Другую Один А вина Прям Самой Паран 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 Пал Часа Громной Зимой Твоей Жестокой Прозрачной Недвижный Сумрак И мороз Век Сады Вдоль Небры Широлка Девичьи Лица Ярче Рос Ай Красота Особенно Продевичьи Лица Ярче Рос А ведь Пушкин Действительно Так воспевал Женскую красоту Боже мой Ну что Малыша А вот Вот он Пришел Ты уж сигарету Ты изо рта Вынь Ты вынь Она мешать Будет тебе Разговаривать Сейчас 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 К тебе Фил Скобичевский Поднимется Это известный Санкт-Петербургский Дизайнер Стоп Много всего Хорошего Красивого Нарисовал Даже театру Имени которого Нарисовал Логотип Здравствуйте Пришла любовь Я не хочу Так нежно Как дай вам Бог Любимой Быть Другим Браво Мама Любовь Как это было здорово Как это красиво было Боже мой А ведь и правда На стихе Пушкина Столько романсов написано Мы уже говорили об этом Насчитали более 15 романсов Ребята А кто-нибудь еще Помнит романсы На стихе Пушкина Может быть Кто-нибудь еще споет Я люблю Стас А я тоже Люблю сказки Пушкина Да Рано утром Гость желанный День и ночь Так долго жданный Издалека Наконец Возвратился Царь-отец На него Она взглянула Тяжелехонько Вздохнула Восхищение Не снесла И к обеде Умерла Долго царь Был неутешен Но как быть И он был грешен Год прошел Как сон пустой Царь женился На другой Правду Мол Ведь молодец Сюда и впрямь была Царица Хороша Царь-то Скажи Да все Правда Доложи Яль на свете Всех милее Всех рубяней И милее И ей Зеркальце В ответ Ты Конечно Спору Нет Ты Царица Всех милее Всех рубяней И милее А мы опять Поздравляем Этого человека С днем рождения Он потому что Сказал про сказки Пушкина Я вам Руку жму Спасибо вам огромное А почему никто Не аплодирует Человеку Который родился В один день С Пушкиным Захар Спасибо вам большое Захар Тут у нас Молодое поколение Все таки Решило Что нибудь Да и прочесть А вы свое Свою книжечку взяли Ну давайте Поднимайтесь 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 Это Филипп Да А нет Это ты Филипп А это Иосиф Йося Йося давай Дорогой Я помню Чудное мгновение Передо мной Явилась ты Как мимолетное Как мимолетное Видение Как гений Чистой красоты В томилениях Грусти безнадежной В тревогах Шумной суеты Звучал мне Долго голос нежный И снились Милые черты Шли годы Бурь Порыв мятежный Просеял Прежние мечты И я забыл Твой голос нежный Твои небесные черты В глуши Во мраке Заточения Тянулись Тихо Мои дни Без божества Без вдохновения До слез Без жизни Без любви В душе Настало пробуждение И вот опять Явилась ты Как мимолетное Видение Как гений Чистой красоты И сердце Бьется в упоение И для него Воскресли вновь И божество И вдохновение И жизнь И слезы И любовь Аплодисменты Иосифу Иосиф А с какого класса Ты учишь стихи Александра Сергеевича Пошкина Вспомни пожалуйста С седьмого Наверное Да ладно Врать С третьего Да я даже не учил А что-нибудь Наизусть Вообще Ни одной строчки Не помнишь Ну хоть что-нибудь Ну хоть что-нибудь Родила царица В дочь Кого? Натасик Не то сына Не то дочь Молодец А дальше? Идите Не мышонкой Не лягушкой А неведомо Зверюшку Так Молодцы Молодцы Знаем Пушкина Наизусть Можем даже Все по очереди Прочесть А следующий Поднимается Прекрасная девушка Давай Прекрасная девушка Евгения Онегина Конечно Вот отсюда туда Давай С третьей главы С выражением Сейчас А вы потом А вы наизусть Но потом А подожди Микрофон А как это зовут-то? Куда? Кушайте мне поэты Прощай мне Мне пора Я не держу тебя Но где ты Своей проводишь вечера? У Ларина Вот это чудно Помилует тебе нетрудно Там каждый вечер Бывать Немало Не могу понять Я все ли вижу Что такое Во-первых Слушай Правда я Простая мужская семья Гостям усердие Большое Варенье Вечный разговор Про дождь Про лен Про скотный двор Молодец Редактор субтитров